В Мангистанской области заработал завод по опреснению воды. Это крупнейший проект на нефтяное месторождение в Казахстане. Мощность завода – 17 тысяч кубометров в сутки. Специалисты отмечают его высокую значимость для области. Опресненная вода будет использоваться не только для нужд месторождения, но и для населения, решая вопрос с дефицитом питьевой воды. Завод по опреснению воды заработал на месторождении Каражанбас. Пока производство запущено в тестовом режиме, возможности объекта презентовали Акиму Мангистанской области. Его посвятили в тонкости технологических процессов и рассказали, что переработка воды полезна для окружающей среды. Для этого вода на месторождение поступала из водовода Астрахань-Мангышлак. Теперь же воду будут опреснять на месторождении и использовать в технических целях. Такой шаг снизит зависимость в Волжской воде поможет населению. Проект реализован в рамках поручения президента решить дефицит питьевой воды в Мангистауской области. К слову, поэтапно в регионе до 2025 года планируют внедрить еще 8 производств мощностью 286 тысяч кубометров воды. Мангистауцы очень ценят ваш труд. Здесь используются передовые технологии и работают высококвалифицированные специалисты. Перед нами стоит важная задача реализации ряда проектов, связанных с ликвидацией дефицита воды в регионе. До настоящего времени предприятие получало воду из водовода Астрахань-Мангышлак. Теперь высвобожденные после полного запуска завода 10 тысяч кубометров воды будут направлены на нужды населения. 7,5 тысяч кубометров в сутки уйдут в город Жанаузен, 1500 кубометров в Бенилский район, 1000 кубометров в село Жетебай. Остальные 500 кубометров воды в населенные пункты Мангистауского района. Казахстан будет наращивать объемы добычи углеводородного сырья. В частности, нефть считают эксперты Казахстанского института стратегических исследований. По их мнению, дифферсификация поставок нефти – вопрос стратегический для Казахстана. Также предлагается, что сейчас все силы будут сброшены на модернизацию совершенствования действующих путей, как морских и железнодорожных, так и автомобильных. Наращивание мощностей по добыче начнется именно с месторождения Кумколь. Президент четко обозначил те узловые маршруты, которые требуются на сегодня укрепить, это модернизировать. Это, допустим, связь от Раук с Кумколь. Кумколь – это одно из крупнейших, входит в топ-15 крупнейших месторождений Казахстана. Если не ошибаюсь, начальные запасы составляют порядка 280 миллионов тонн нефти. В Казахстане дорожает обувь. По данным аналитиков, с января цены выросли почти на 10%. Это самый высокий показатель за последние четыре года. Пара туфель теперь стоит в среднем 35 тысяч тенге. Ботинки с мехом вдвое дороже. Сырье и фурнитуру для них закупают в Греции и Турции, а стоимость международных перевозок растет. Решено переходить на отечественную кожу. Качество улучшится, а себестоимость снизится. Особенно подорожала детская обувь на 14%. Женская и мужская не сильно отстают. Специалисты говорят, цены никто не контролирует. Их диктует рынок. Касается это других товаров, людям приходится экономить. В Казахстане около полусотни обувных предприятий, но их продукция – 4% рынка. Она чуть дешевле, по качеству не уступает импортной. Но жители пока предпочитают туфли, кроссовки и сандалии из Китая, России, Узбекистана и Турции. Если мы можем за счет чего-то не в ущерб качеству самортизировать и отыграть, мы пока все это отыгрываем. Но, к сожалению, мы должны признать, что в ближайшее время придется, следом за рынком, повышать цены совершенно однозначно. Казахстанцы отмечают, что основными их стратегиями экономии будут сокращение затрат на покупку одежды и обуви. 69% опрошенных казахстанцев отметили, что они будут экономить на данной сфере. И также они отмечают, что эти привычки останутся и в долгосрочной перспективе, что означает, что даже если экономическая ситуация улучшится, они будут продолжать экономить на покупке новой одежды и обуви. На полях Кыргызстана начали травить саранчу. Мира больше профилактическая, но без нее ситуация легко может ухудшиться. 10 особей на квадратный метр. Столько саранчи уже может навредить сельхозработам. Специалисты говорят, в этом году риск ниже среднего, но травить вредитель все равно нужно. В Кыргызстане саранча накрыла уже 50 тысяч гектаров земли. В основном это незасеянные поля. Из-за этого пять стран Центральной Азии и Афганистана разработали цифровую карту распространения вредителей и ведут с ними общую борьбу. Начать совместную борьбу с вредителями помогла продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. А правительство Японии выделил странам больше 7 миллионов долларов на покупку техники и средств от вредителей. Одна самка саранчи откладывает почти до 200 и делает свою яйцекладку в землю. Представьте себе, если бы сейчас обработки не было бы, то на следующий год уже бы из одной самки особи вылезло бы из земли 200 штук. Соответственно, геометрическая прогрессия все это увеличивается. Существует база данных, в которую специалисты из каждой страны загружают информацию об очагах распространения саранчи и местах, где проводится обработка. И мы можем заранее прогнозировать риски и готовиться к ним. В Сургуте забили первую сваю второго моста через реку Обь. Строителям предстоит возвести целый магистральный комплекс. Это несколько пойменных путепроводов, транспортных развязок и площадок отдыха с автозаправками. К ним будет подводить четырехполосная трасса на 45 километров и, собственно, мост. Движение по мосту планируют открыть к концу 2025 года. Это позволит разгрузить существенный переход. Сейчас трафик по нему превышает проектной в три раза. Прекрасно понимаем, что данный объект даст еще и мощный рывок с точки зрения занятости, инвестиций. И, как сегодня запланировано, что в пике здесь будет работать до 10 тысяч человек. То есть 10 тысяч рабочих мест в наше время – это здорово. Белорусские геологи из Калинефти нашли крупнейшее месторождение песка в республике. Площадка 20 гектаров. Сейчас ее разрабатывают специалисты. Света обычный песок, но состав уникальный. В лаборатории подтвердили – из наличия мелких и средних частиц структура более прочная. А значит, объекты из такого материала будут долговечнее. Песок с этого месторождения возят на ближайшие объекты. Как раз сейчас строят площадки под нефтяные скважины. Около 500 тысяч тонн – таковы запасы месторождения. А годовая потребность нефтяного предприятия чуть больше 70 тысяч. Сейчас песок добывают на глубине около 3,5 метров. Такого результата достигли всего за месяц. По предварительным прогнозам работы здесь еще на 10 лет. В основном песок используется для отсыпок площадок, строящихся разведочных и эксплуатационных скважин, внутрепромысловых дорог, воздушных линий, электропередач, объектов строительства, реконструкции предприятия. По окончанию разработки на данном карьере будет произведена рекультивация, то есть восстановление нарушенных земель. И после этого будет данная земля передана под лесопосадки. Европейский парламент признал природный газ и мирный атом устойчивыми источниками энергии. Депутаты отклонили предложение об исключении этих двух ресурсов из таксономики. То есть экономики, которая не вредит климату, но приносит больше доходов в виде налогов. Это значит, что ядерная промышленность Евросоюза теперь открыта для инвестиций и устранен один из сильных аргументов против закупок газа, в том числе из России. 328 депутатов проголосовали в Страсбурге за расширение таксономики. 278 депутатов проголосовали против. В основном из-за опасений, что период, в течение которого будет расширено использование атомной реакторы и газовой печи, растянется, и Евросоюз не успеет полностью перейти на экологически чистые возобновляемые источники энергии, как обещано к 2050 году. Утвердить список таксономических отраслей ещё должен Совет Евросоюза, представляющий все страны-члены. «Это катастрофа для европейской зелёной сделки. Мы подорвали к себе доверие и выстрелили себе в ногу. Я думаю, что сомнения и принятые решения отражают наши нынешние потребности. Газ нужен только для замены угля. Ядерное топливо сопряжено с риском, но поскольку оно не производит углекислого газа, его полезно применять в борьбе с изменением климата». Илон Маск, владелец Теслы и самый богатый человек в мире, заявил, что расторгает ранее заключённую сделку по покупке компании Twitter стоимостью в 44 миллиарда долларов. Миллиардер заявил, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе. В Twitter заявляют, что подадут на Маска в суд. Акция компании упала на 6% на новостях об отказе Маска от сделки, о которой было объявлено в апреле этого года. Европейские правительства анонсируют новые меры для сдерживания роста потребительских цен на газ и электричество, а также для смягчения последствий инфляции. Так, власти Бельгии увеличили разовое пособие для особенно сильно пострадавшего домохозяйств до 225 евро. Политики связывают кризис с вторжением в Украину. В Кремле заявляют, что к этому привели попытки отказаться от российского газа и санкций. В искусственном создании условий для энергетического кризиса Россию обвиняет президент Украины Владимир Зеленский. Проблемы инфляции, роста цен на нефть и газ и энергетической безопасности были в числе главных тем саммита Большой двадцатки на Бали. Первые месяцы войны в Украине сопровождались особо скорым ростом стоимости нефти и газа. В итоге страны Большой семерки пообещали принять меры для ограничения цены российские энергоносители, чтобы лишить Кремль повышенных доходов. Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке. Россия довела цены на газ в Европе до исторического максимума, намеренно, намеренно ограничивая поставки, вопреки законам рынка. К чему это привело? Катастрофическая инфляция. Если бы не было таких цен на энергоносители, не было бы и таких болезненных последствий для большинства людей в Европе. Все участники саммита обеспокоены ростом цен на продукты питания и энергию. Они разделяют мнение, что нынешний кризис, в том числе проблемы дефицита, доступности и сохранения объемов их производства, будут и дальше мешать глобальному восстановлению. Редактор субтитров А.Семкин